Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить тем людям, которые уверены, что обмануть могут только при покупке автомобиля с пробегом. То есть, могут обмануть в автосалоне, могут обмануть перекупщики, могут обмануть какие-то непонятные частные продавцы. Но, если вы покупаете новую машину у официального дилера, вас никогда в жизни никто не обманет. Вам никогда не продадут крашеную, вам никогда не продадут битую, либо восстановленную машину. Никаких таких проблем у вас не будет. Вы всегда будете желанным гостем, вы всегда будете вхожи в автосалон, потому что вы клиент, вам улыбались, вы принесли свои деньги, вы купили новый автомобиль. Так должно быть. Но далеко не всегда так происходит. И сейчас вы в этом убедитесь. Вы эту машину купили у официального дилера? Официального дилера, да. За сколько? 815 тысяч рублей. И что насторожило? В воскресенье утром я заметил то, что у меня отличается по цвету передняя пассажирская дверь. Я поехал к официальному дилеру. Стали производить там замеры кузова и выяснилось то, что весь кузов бьется под 200 микрон. Капот бьется от 300 и в одном месте даже пробили 500 микрон. На что меня уверили, что это нормально, что такое бывает, но это ничего страшного. И предложили мне при нулем ТУО отполировать правую сторону. Если что-то не получится, они снимут детали с другого автомобиля такого же цвета и перестают мне. Они взяли паузу до пятницы. Чего будут ждать, я не знаю. Говорят, что у них такое первый раз за 10 лет произошло. На самом деле видно, что элементы разного цвета идут. Принимали мы в подвале у них на поздневной парковке. И при тусклом свете не особо видно было. Ну, как бы посмотрели, да, она хорошая машина. В договоре есть пункт, который гарантирует то, что автомобиль технически исправен и не имеет никаких дефектов. Вот, поэтому посмотрели, все, новая машина, сели, поехали. Уже и на учет поставили, да? Да, я когда приехал в воскресенье, я их предупредил, говорю. Машину планирую сегодня ставить на учет как-нибудь. Они сказали, ставьте, все будет хорошо. Мы вам все равно ничего не вернем, да? Мы вам отполируем, все будет у вас красиво. Идет пыль под лаком. И в одном месте, во втором месте, в третьем. Здесь то же самое. Пальцами провести. Ощущается на пыл краски. Такая шершавость идет, шероховатость. То есть, вот здесь вот крыло покрашено у нас на заводе. Нет перехода краски. Нет никаких здесь у нас нахлестов. Новой краски на старую краску. Плюс заводская обработка внутренней части крыла. Если мы переходим, соответственно, вот к этому крылу. Здесь, как я уже сказал, ощущается на пыл. Шероховатость идет. Даже вот послушать, если слышно, да? Как вот здесь вот оно идет. И как вот здесь вот идет оно. Дернем капот. Посмотрим, что у него по капоту идет. По болтам крепления капота видно, что они откручивались. Сорваны грани. То есть, капот сто процентов снимался. Опять же, идет пыль под лаком на уголочке, на стыке. Видите? Вот это вот идет грязь. Такого тоже не должно быть. Но здесь, само собой, тоже болты сорваны. Петля именно отсоединялась. Вот видите? Заводу должно быть залита краской. То есть, вот это вот место крепления петли и капота. Оно, как правило, при покраске заливается краской и получается что-то наподобие вот таких вот мест соединения. Как вот у нас болты идут. Петля снималась. То есть, капот снимался. И отделялось все это дело от петли. Поэтому здесь говорить о том, что его просто регулировали. Ну, теоретически возможно. Но практически, когда мы еще видим пыль, когда мы уже имеем заднее крыло водительской двери. Тоже герметик идет аккуратный. Раз-раз и зашел вниз. Еще раз посмотрим с той стороны. Такое впечатление, что он здесь вообще пальцем размазан. Идет пыль, идет мусор, идут какие-то соринки, пылинки. Промеряем толщиномером. Да, капот здесь, конечно, колоссальный. Отрыв идет по капоту. Практически 400 микрон. В принципе, по машине допустимы какие-то отрывы. Даже на заводе, когда она красится, скажем так, там должно быть 100, например, покрасить в 130, в 150. Но всю машину, то есть она должна быть равномерно покрашена в одну толщину. И вот если идут такие резкие отрывы, то есть у нас получается крыша, например, там 175 микрон. А капот мы имеем за 400 микрон. Соответственно, этот элемент, он красился в отрыве от кузова. Потому что машина-то красится в один заход. Так мне руководитель отдела продажи сказал, что машина с навесными частями красится отдельно. Навесные части потом отдельно навешиваются на автомобиль. Включая и капот, и багажник. Это не совсем так. Они красятся не отдельно. Определенные элементы кузовные, они после окраски кузова отнимаются от кузова. Для того, чтобы сборочная бригада в автомобиль вставила туда, значит, там, панели, салон, обивки, обшивки. Потом, когда это все дело собирается, уже устанавливаются двери. Но красится это все в один заход. То есть это не конструктор Лего. Там покрасили капот, да, там идет 20 капотов, красится. Здесь красится 50 дверей, например. То есть кузов он красится весь в один заход. Потом, да, частичная разборка. И, опять же, эти же элементы должны поставить обратно. Поэтому руководитель отдела продаж не совсем правильно объяснил ситуацию на сборочной ленте. Я был на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Я видел, как там все это дело собирают, делают. И там вот все красится отдельно, и потом собирается. Еще одно доказательство, что вот эта дверь не принадлежит этому автомобилю. Берем контрольные, скажем так, образцы в виде передней двери. Получаем 179 микрон. Дальше 185 микрон. Дальше. Теперь берем дверь вашу. Получаем 95 микрон. Фактически на данный момент мы имеем два элемента, изначально окрашенных не вот на этом автомобиле. Это задняя дверь. Во-первых, она отличается, в принципе, по цветовому оттенку. Это видно. У нее герметик нанесен по-другому. По крайней мере, он нанесен не так, как на оставшихся трех дверях. Я не буду сейчас говорить, например, там заводской, это нанесение не заводской. Потому что по-хорошему, вот сейчас, если копать так глубоко, нужно сделать контрольные срезы герметика. Причем по нескольким местам. Здесь сделать контрольный срез в нескольких местах. На одной двери, на другой двери, ну и, например, где-то по кузову. И сравнить уже, значит, состав этого герметиком. Здесь мы с этим заниматься не будем. Но цветовые оттенки, толщина краски. Плюс по капоту мы видим, что капот снимался. Капот явно отличается по толщине. Вот тебе официальный дилер, вот тебе новая машина. Неприятно? Очень неприятно. Очень неприятно. И за все это дело обещают либо отполировать, либо... Снять с другого автомобиля. Снять с другого автомобиля, да? Касаемо документа, где Hyundai допускает на машине до 350 микрон, вот до сегодняшнего момента мне никто не предоставил. Все говорят, но нигде этого документа нет. Здесь вопрос несколько в ином. Нисколько допускает Hyundai? Я могу предположить, что у них есть свои какие-то внутренние инструкции, которые допускают определенную толщину покраски. Мы говорим о другом. Что автомобиль, собранный на заводе, он должен иметь одинаковую толщину окраски по всему кузову. Но когда весь кузов идет у тебя 200 микрон, дверь идет 100, а капот идет 400, ну здесь уже за уши притягивать что-то очень тяжело. Поэтому, к сожалению, официал, хоть и официал, но проверять нужно все равно. Можешь до маразма довести и сказать, но они же новые. Но они же новые, но это фактически. Но все-таки в моем личном понимании покупка нового автомобиля, она должна происходить несколько иначе, и ты должен получать несколько иной продукт. Условно говоря, я тебе сейчас на куртке рукав оторву, давай в магазине, потом пришью от другой куртки рукав и скажу, ну он же новый, это же тоже от новой куртки был рукав. Другого цвета. Другого цвета. Некрасиво со стороны, конечно, автодилера так поступать с своими клиентами, потому что все-таки это не ара какой-то салон, куда приходишь, тебя могут обмануть. Получается, когда ты покупал машину, с тобой разговаривали одни люди и одна интонация, когда ты стал предъявлять какие-то претензии, уже и настроение поменялось, и как у меня друг говорит, и кофе не такой вкусный. А кофе даже не предлагали. Даже не предлагали. Единственное, конечно, менеджер. Вот менеджер, он переживает, звонит, к нему претензий никаких нету. А вот руководство, конечно, я от менеджера услышал, вот, наверное, только от него слова извинения, а руководство мне даже в устной форме не принесло никаких извинений. И вот обещают только предоставить вот эту заедную бумажку в 350 микрон под опуском. Вот изду не дождусь, когда она наконец появится, потому что то у них юриста нет, то юрист у них в суде где-то находится, а бумага эта у него. Такая вот неприятная ситуация приключилась по сегодняшнему автомобилю. И к большому сожалению, это просто состояние рынка, это состояние бизнеса. То есть человек, который пришел покупать машину, он фактически после того, как посетил кассу, после того, как отдал деньги, он уже отработанный материал. Он свою функцию, свою задачу сделал. Он принес деньги, он их отдал. Он получил автомобиль. А вот если у тебя дальше возникли какие-то проблемы, какие-то вопросы, это уже мало кого интересует. Потому что основное внимание уделяют тем людям, которые пока еще только пришли посмотреть машину, повыбирать, походить, пообщаться с менеджером. А потом, конечным пунктом, он также посетит кассу. И к огромному сожалению, абсолютно все равно, где была куплена эта машина. Потому что подобная ситуация может произойти, да что может, они происходят, эти ситуации, ежедневно, в абсолютно различных автосалонах. Как я уже сказал, это просто модель рынка. К сожалению, я не могу помочь всем. У меня нет ресурсов, в первую очередь, административных ресурсов, чтобы как-то поменять действительно кардинальную ситуацию на рынке. Но я могу помочь отдельно взятому человеку. То есть вот Александру, который купил этот злополучный Солярис, я с радостью помогу. После того, как мы отсняли материал, буквально через два часа я пообщался с нужными людьми, вышел на руководство дилерского центра, где ему продали этот автомобиль. И после моего звонка ситуация начала развиваться очень стремительно и динамично. То есть у всей этой истории есть продолжение. А вот что именно произошло и как все это дело закончилось, вы увидите обязательно в следующем выпуске. Для того, чтобы не пропустить продолжение этой истории, обязательно подписывайтесь на канал. Во второй части будет интересно. Это я вам обещаю. Если вы хотите купить себе Hyundai Solaris, либо вас просто интересует, сколько стоят подобные автомобили, переходите на сайт Автору. Ссылку на Автору я оставлю в описании под видео. Вам останется только нажать на ссылочку. Все фильтры для вас будут уже настроены. Перейдете на Автору, посмотрите, какие автомобили продаются на данный момент, в каких комплектациях, что можно купить. И самое главное, сколько они стоят. На сегодня, я думаю, мы закончим. Обязательно подписывайтесь на канал, будет интересно. Всем пока.